я уже сбилась со счету какой день мы здесь отдыхаем ну по-моему нам еще шесть дней отдыхать достаточно достаточно еще чтобы устать но пока я совсем не устала я бы согласилась еще дней 20 здесь побыть ну как же здесь хорошо все кроме интернета и я не могу вас побаловать новыми видео складываю их в архив я их обязательно сделаю а сейчас я вам покажу мужчину которым я любуюсь каждый день этот урок он он отдыхает на другом пляже ну заплывает сюда сейчас я вам покажу как он плавает это что-то завораживающее мне кажется он отключается полностью что говорить вы сейчас это увидите так где он ищем ищем не утонул ли он он так плавает как будто вот-вот потянет его ко дну медленно-медленно как будто я смотрю видео за медленным за медленного действия дело делаем мужчина объект моего созерцания где жанна где он исчез он только что тут был я побежала за фотоаппаратом я увидела его опять вроде медленно плавает не должен уплыть то далеко он уплывает на глубину вот прямо до буйков вот там вон на том пляже они отдыхают они это компания наверное 7 из 7 мужчину возраст примерно 65 может 70 такие немолодые до молодые были не молоды а вот это наш пляж расстояние большое и он сюда к нам приплывает и начинает позировать он просто как тюлень нежиться на солнышке но это такое завораживающее зрелище это надо видеть я уже доплыла почти до буйков и увидела его и вернулись за фотоаппаратом чтобы вам его показать а он исчез пока я бегала обиделся на меня а а вот уже но он вот здесь был может мы сейчас спасателями поработаем нету вот нет его нигде по близости он без вас плавает какие ласты ему будут мешать и релаксировать вот это головаточит может быть он куда уплыл вон да ну да вот там далеко кто-то плавит далеко но мы-то туда не поплывем мы его дождемся дорогого нашего тюленя такой он классный лысенький такой а вон он крыльями маши далеко далеко ну ладно мы тебя подождем но там тоже интенсивно на скорость да тут он позирует жанна он тут ну реально он видит что мы рты пооткрывали он позирует ну вот красиво поет да громко призыв на молитву а чё эти не молятся а так они наверно молятся вон они сидят в воде из замерли все может и молятся где мальчик нашли дубик на лиц он еще один но этот нет этот не так плавает и он не такой лысый и тот прямо весь голенький прям голышок да тут прям красивый такой как лебедь умирающий здесь тепло мне кажется вот у берега холодно а здесь тепло тепло вот это жанна называет волны это как посмотри да ряд какая-то ряд нет ты не волны такие жанна-то сказанула ты разбаловалась на меек посмотри наша жанна балована да я мой хочу хочу вот это мой я домой себе забирай так все сейчас мы его в баночку и домой я вот так из-за быка начну с мой репортаж так у меня тут все включено сейчас прою вот так вот он появился мой мальчик тюленчик голенький видно, не видно вам хоть и солнце получается сейчас я как папарацци так из-за быка наш берег вот он да, он видит на спине он не увидит, его можно и воркут да, он может запутаться а слышит он нас не слышит да, даже если слышит он нас не понимает ну что-то он больно быстро и не больно лысый, кажется это он он? вот он как вот он рученький вот он сейчас я отвернусь что-то он не заметил а он не интересный ой я чуть не перевернулась давай покрошимся видишь, кружится вот так тюрик жанна, видите, вся бурлянта янтарей на месте У меня от сережек уши мочки белые, постоянно в серьгах и мочки белые, поэтому я все сняла Мужик с меня глаз не сводит, а я без сережек. Жанка, дай серьги, трогай. Снимай, одевай. Стой, Ави, кайф фотку. Он как будто чувствует, да? Да, он не хочет. Он как будто чувствует. Чувствует, что мы его снимаем и не хочет. Мы для этого фотопоезд взяли. Он видит, что я стремительно назад полетела за фотоаппаратом. Плыла-плыла, обычно же до буйков доплываем, а тут резко развернулась и с фотоаппаратом. Мы снова на море. Всем привет. Жанна первая. Первый пошел. Идем. Посмотрите, какая водичка. Шикарная. Прозрачная. Сейчас будем снимать дно на глубине. Ой, теплая. Вот вообще никакого дискомфорта. Посмотрите, какая красота. А вот так на берегу, вон наши два лежачка яркие стоят радуги. Две радуги. Жан, ты заметила, что у нас с тобой эти тряпочки? Какие-то радужные. Да, вот не договариваясь, мы с тобой взяли. Ой, мои вот эти тряпочки, знаешь, сколько лет? Я первый раз, когда полетела вообще за границу, в Паттайю я летала. С подружкой мы летали, с сынкой. И вот я там ее купила. А это было, ну, я честно не помню, наверное, сейчас 17-й год, наверное, в 13-м, что ли, году мы летали. Какая-то изверная какая у тебя тряпочка. Да, она такая вообще мне очень нравится. И ничего им не делается, правда, неприятная. А что делать? Немножко она поблекла, конечно, от солнца. Ну, так вот, знаешь, сейчас смотрю. Но она зато очень яркая. Выстил, высушила две секунды. Да, сохнет мгновенно. И я ее и как поэво, и как платок, всякое использую. И как полотенце. Я бы даже такую еще бы купила, свеженькую. Женихи не дремлют, как вам видно. А вот те тетеньки в шляпках тоже ведь давно уже вместе с нами, да? Угу. Вот сколько мыслей, что они моют. Вон те шляпки. Меленькие, вот, свеженькие. Я все время там вижу. Так, что там надо? Угу. 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 мелкий куда как гречная крупа пусто все соскучились смотрите сейчас мы будем замерять жанны глубину жанна будет замерять я буду показывать вам потому что если я сама буду заходить вы не поймете фотоаппарат лишь на вытянутой руке вы будете видеть либо мое лицо либо мои ноги а я хочу вам полностью показать сейчас жанна намажет а я что-то ленюсь сегодня лицо мазать обнаглела обнаглела вообще все ли мне делать как и дома буду жить мы что-то посмотрели есть выгодное предложение в отель 3 звезды на 20 дней я жанки говорю может останемся еще она взвыла тут это не надо перелета никакого вот ты просто переедешь из одного отеля в другой и все в анталии в анталии а можно и в лари остаться но здесь интернет все хорошо все хорошо все отлично кроме интернета интернет только на пляже это такой и тут только фотографии посмотреть сообщение отправить загружать видео конечно не пойдет я пыталась на телефон загружать а вот эти вот видео ой ой после длительного и моего исчезновения я выставила коротенькое видео так я его загружала наверное дня четыре поэтапно представляете ну и и всего там три с половиной минуты зачем это надо лучше я приду и сделаю полноценное видео вот так и кто-то еще умудрился поставить мне дизлайки я вместо отдыха сижу тут загружаю видео и и такая вот неблагодарность знаете отписывайтесь и не жужжите не смотрите если вас это раздражает все жанна я тут это занимаю эфир давай быстрее чем попала занимая эфир не вот ничем попала морем занимает да да ладно мы тут с тобой уже вообще королевы давно королевы пляжа за три недели то давайте все показываю море вот такое прозрачное народу пока нет время 8 часов но это было воскресенье суббот воскресенье много народу потому что вот эти лежаки продают они платные для посторонних вот когда обычные будние дни вот смотрите жанна сделала несколько шагов и уже вот пожалуйста по пояс то есть глубина здесь не надо долго идти что мне очень нравится вот зашел и уже можно плыть сразу да вот а от моря вот всего сколько всего на всего вот даже на метр 64 ну сколько тут 10 метров 10 меньше метров 5 да ну ладно это я стою ого ого какие мне ножки давай я тебе догоню я тебе догоню на давай красивенько чистенько все поплыли поплыли за жанной будем ее догонять сегодня вторник понедельник вчера был мы с тобой в магазином ходили последние деньги потратили еще чуть-чуть еще чуть-чуть есть ну да у меня тоже еще чуть-чуть есть на какие-нибудь сувенирчики сувенирчики а я спецы хотела купить а я хочу вкусняшек да тут сыры очень вкусные ну я не скажу что у нас красноярский сыров нет полным-полно но хочется живут из турции привести чего не оливковое масло я купила еще бы я оливок купила вот таких какие у нас дают в этом в отеле ой ну какие они вкусные как семечки могу есть бесконечно хочу домой купить таких пластиковые упаковочки они лёгонькие они не будут тяжелые как банка банка все на тяжелое а вот пластиковые ничего не будет в общем пойдем последние денежки потратим и уже упокой сегодня мы идем на водопады наверное если ничего не изменится да а вечером можно поплавать сходить не если не заленимся мы вообще обнаглели вечером не ходим но этого потом будем жалеть но зато мы путем четыре раза заплыв делаем это буйка вот я вот не плыву я просто ленюсь это не называется плыть это называется лежа балдеть балдеть на воде вот просто вот лежишь она тебя обтекает она тебя ниже ты видела как твои ноги уродует вода если они становятся какими-то они короткие и они какие-то знаешь такие какие-то как будто пластилиновые как будто кто-то плохо лепит и вот слепил такие туда оставил пальцы на ногах не подровнял жанна давай пообщаемся иди хватит за природой общаться я хочу сейчас с тобой на серьезную тему поговорить вот-вот я об этом хочу поговорить я короче вчера вам жанну показал во все ее красе какая она бывает ворчливая да и она меня прямо умоляла на коленях чтобы я ничего нибудь хорошего сказала да я очень хочу показать вам мой любимый самолетик но он как-то да надо просто фотоаппарат на готове всегда держать чтобы не опаздывать я вам хочу свой любименький показать прямо вот когда он летит у меня прямо какое-то эстетическое наслаждение получаю да 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 жанна ты меня всегда уводишь от разговора когда тебе это не выгодно наверно да он серебристый с этими как их называют жанну-ка портунки а это банки от кока-колы прикрепили вот и летите обещала мне заплыть далеко до буйки долго-долго не появляться я буду спокойно жанда я вот об этом хотела поговорить в общем вчера мы вчера шутили шутили это конечно все было шутка что там жанна какая-то не такая но немного бывает а как с тем не бывает жанна я тоже хочу я вот расскажи что чем чем я не злопамятная не запоминаю как же надо же учиться мало ли я не замечаю может своих каких-то недостатков а ты не скажи я буду я тоже не заметила да ну вот видишь я ж не замечательная я вчера жанна сейчас вообще молодец а вот там не мой ли самолетик летит красненький какой-то красненький но они к нам во-первых а во-вторых какой-то он сильно красненький до красный какой-то тут был такой розово-салатовый такие расцветки приятные даже заплыл а молодец жанна молодец обожаемая ты моя трава дальше дальше давай я что-то за тобой подтянулась надо мне возвращаться нет не боюсь яку акулы меня боятся там на глубине могут это селедки только ста и миклавастй с мартам вода теплее у меня там тоже было не холодно я говорю там на глубине могу только селедки стая и плавать они прямо вот стоями плавать они не кусаются они могут так только проскользит по телу пощекотать но за этими стаями селедок могут охотиться уже более хищные рыбы. Вот это вот, да. Смотрите, назад возвращаются уже. Боишься, да, что акула тебя сейчас пугает? Нет, я тебя пугаю. Давай меня чем пугать, да. Вот. Ну, шла к тебе моя сцена. А, ну, ты все к этому возвращаешься? Ну, ладно, так и быть, скажу. В общем, Жанна очень любит за завтраком читать политические всякие новости. Это просто какой-то кошмар. И именно во время завтрака она открывает свой телефон. У нас же Wi-Fi есть на первом этаже. Да, и столовая у нас работает хорошо. И вот она вслух начинает читать всякие политические новости. И матерится, и злится вообще. Мне это не нравится. Я люблю завтракать как-то вот и либо в тишине, либо либо на позитиве мечтать. А Жанна, вот она прямо лезет туда. Ты, кстати, куда выходишь? На какой сайт? Ты эти, где темы-то отрываешь? Красноярские новости. Красноярские новости. И вот она оттуда вот и начинает. И потом еще, когда она смотрит телевизор, вообще любой телевизор, беленький просто, да, беленький, как голод. Жанна смотрит новости все время. Жанна смотрит новости по телевизору, и она вот, я не знаю, сидит, красится, вроде отрешенная, вообще никакое во внимание на телевизор. Книжку читай. Книжку читай, и она комментирует все, что происходит по телевизору. Это просто какой-то кошмар. Скажи, что я могу читать книжку и смотреть телевизор. Да, и комментировать при этом. И знаете, как комментирует? Суки нажраться не могут. Жрут, жрут. Ну вот в таком. Ну ты руку-то не говори, я все-таки учительница. Я же не матерюсь. Ну тебя же, Жанна, никто не смотрит из твоих учеников. А вдруг. А что, учителя не люди, что ли? Учителя люди тоже. Ну, в общем, вот так вот. А в остальном-то что? Уплывет, да и счастье мне. Плавает хорошо она. Вот это мне нравится. Воды не боится. Воды не боится абсолютно. Вот заплывает хоть куда. Молодец. Тут мы с ней, конечно, не болтаемся. Да, мы не болтаемся возле берега. Мы уплываем на глубину и наслаждаемся. Ну где же мой красавчик-то? Ну где же мой самолетик? Я про самолетик говорю. А, я думала ты про того, который так вот плавает. Какая снялка. Там еле живенько так. Мы так его и не сняли. Да, мы сняли, да не того. Да. Это мы потом чухнули, что плавает. Не мой. Смотри, видео уйдет пять минут от силы, да? Да. А сколько уже самолетиков пролетело? Ну, посчитает, то мы появляем. Да. И вот один только пролетает, смотрю, вдалеке появляется следующий. Это, представляете, сколько людей летит в Турцию отдыхать? Да. Ну, может кто-то работать. Здесь очень много работает людей. А вот ту женщину, которая сейчас в воду зашла, вот, мы ее прозвали молочница. Она истерики закатывает, она истерики закатывает этим официантам, что ей не дают молока. Это какой-то кошмар. Да, причем она это делает в такой агрессивной форме, как будто она без молока сейчас просто погибнет. Молоко всегда есть, всегда есть, потому что там вот эти сухие хлопья, шарики и молоко всегда есть. Ну, один раз, вот там с краником такие большие, как банки, ну, емкости, и краник находился выше, чем молоко. И она с таким негодованием подходит к официанту и говорит, так, где молоко? Он ей показывает, вот же молоко стоит она. Я не могу его налить, по-русски говорит. Он ее понимает, конечно, что она говорит, подходит. Берет у нее стаканчик, спокойно танцует и пая. Наклоняет эту баночку и ей благополучно полный стаканчик наливается. Он ей с улыбкой подает, это надо было видеть. Она берет, не говоря ни слова, вот с такой же злой физиономией хватает этот стакан и уходит. Даже спасибо не сказала, было так стыдно, было очень стыдно. И сегодня мы с Жанной пришли очень рано на завтрак. Молока еще не поднесли, то есть не запомнили. У нее уже был стакан с молоком. То есть уже поняли, что за человек. На ужин чай молоко у нее было. Да, и на ужин молока не было вообще, ей принесли молока. Ну вот как? Это же можно попросить с улыбкой? Тебе принесут литр молока? Но даже не благодарит. Такой вот какой-то странный человек. Это приятная вещь. Вот с этим молоком такая была нехорошая история. Ну видишь, может у нее язва желудка, ей нужно, причем не залеченное. Ей может быть надо стакану локадной еды. Ну Жанна, это же можно попросить, спокойно, вежливо. Да, тебя все понимают. Если не понимают, они зовут того, кто понимает. Тут вообще официанты молодцы. У нас ни одного неприятного какого-то инцидента не случилось. Вот все прямо гладко. Они такие услужливые, они такие внимательные, улыбчивые. Как будто это 5 звезд. Вот такие официанты, как будто бегом все делают, бегом. Вышкалиные вообще. Да, я не скажу, что здесь идеальная чистота. Где-то столы бывают. Ну да, на кухне. Я имею в виду, что столы бывают иногда там. Они не успевают, люди только уходят. И кто-то раз и поставил свои там вещи уже и поставил тарелку, что они же не будут под тарелку тебе тереть. Поэтому бывают там от арбуза капли какие-то вот сладкие такие. Ну это такая ерунда. А то, что в комнате у нас там редко-редко убирают или по просьбе. По просьбе. Просишь, сразу же придут со шваброй, все приберут. Кондиционер мы пожаловали, что кондиционер слабо работает. Тут же мигом пришли два мастера. Другой, другой. Сначала мальчик пришел, наладил, а потом еще два мастера. Пришли, а оказалось, просто мы... На кнопочку нажали, где-то там, видать. Да, протупили, куда-то не туда нажали. Нет, ты знаешь, я могла, может, что-то кинуть, а он такой же и быстро срабатывает. Я могла книжку на него кинуть на пузо. Да. Смотри-ка, вот пляж убирает. Покажи, что пляж убирает. Посмотри. Вот девочка с мешком. Время девятый час. Да, она пришла, мешок у нее, и все, весь мусор, который вчера ночью накидали, вот она сейчас все уберет. Потому что вечером она часов в шесть вечера еще убирает. Лежаки все расставлены по местам. Утром приходишь, лежаки все стоят в стройными рядами. Кстати, хочу сказать, что вот видите, какой пляж большой? Вот, большой. Но Лара Бич, вот нашего отеля, Лара Ворд, вот этот пляж, вот этот, вот белые лежаки, вот это вот наш пляж, ну, правая сторона. А левая сторона, это платные. То есть, ты можешь тоже там, но заплатить. Но нам всегда хватает вот этого места. Всегда, они пустые. То есть, ну, возле моря занимаются лежаки, а там дальше все пустые. Поэтому, кто соберется в этот отель, знайте, что лежат бесплатные вам всегда будет. Такой же чистый, с зонтиком все нормально. А вот синий, вот так они разделили. Вот эти вот два, как бы, места. Да, поэтому все тут одинаково абсолютно. Вай-фай бесплатный, все одинаково. Просто у нас лежаки белые, а там синий, вот и все. Все рабочие, все нормальные, функционируют все хорошо. Нерванные матрасы все. Зонтик был Ивана, его поменяли. Да, зонт был Ивана, мы сказали, его тут же унесли. Да, его тут же поменяли на новый. Да. Вот еще один. Летит прямо на меня, надвигается. Ой, надвигается прямо на меня, своей мощью. Я боюсь, да? Да. Ой, летит какая махина. И глаз такой огненный горит. Я его хоть захватила, может быть. Да, вот этот вот короткий, вот он коротенький и пузатенький. Вот он коротенький и пузатенький. А бывают длинные и тонкие. А этот вот другой. Ой, красавчик. Все, на посадочку пошел. Много счастливых людей придет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok